Психологи считают, что животное здесь совершенно ни при чем. Проблема кроется в самих людях. Если человека что-то раздражает, и он находит возможность избавиться от источника раздражения, вскоре его начинает выводить из равновесия что-то другое. Проблема в самом человеке, а не во внешних факторах. К тому же, как ни крути, убийство есть убийство. Неважно, о ком идет речь, о собаке или о другом живом существе. Не так давно был только скандал, когда убийцы животных убили зоозащитника. То есть, переход от собаки к человеку. Поэтому я призываю всех, у кого возникла такая идея кого-то убить, неважно кого, птичку, рыбку, задумайтесь, значит, проблема-то уже началась. Ветеринары знают, чем травят собак и как с этим бороться. Докхантеры используют противотуберкулезный препарат. Он смертелен для животных. Специалисты рекомендуют собаководам внимательнее смотреть за своими питомцами на улице, а в случае отравления суметь оказать первую помощь, вызвать рвоту и вколоть витамины группы В. После чего незамедлительно обратиться к специалисту. Витамины группы В, в частности, витамин В6, передоксин, который является как бы противоядием к тому яду из-за неозину, которым травят на данный момент собак. Дозировки от 5 до 10 миллилитров на животное. И немедленно обратиться к врачу. Кинологи успокаивают. Серьезной организации докхантеров в Самаре нет. А значит, массовых отравлений братьев наших меньших опасаться не стоит. Что, конечно, не отменяет единичные случаи. Какой-то организованной группы у нас в Самаре докхантеров нет. Есть какие-то одиночки, люди, которые с какими-то своими амбициями к животным. Кому-то не нравится, что сосед водит собаку без намордника. Кому-то не нравится, что там под его окнами собака лает. Большинство горожан к четвероногим относятся с симпатией и даже сочувствием. И выходить на тропу войны с ними не собираются. Вообще безумие какое-то. Как же травить? Надо строить вот такие вот приюты для животных. Нет, я против того, чтобы травить. Надо их стерилизовать. Все, тогда травить не надо. Ну как, ну отрицательно, конечно. Их самих надо травить. Кто-то травит. Я бы с пенсии своей нищенской 100 рублей в месяц отдавала, только чтобы честно построили и не обворовывали, а кормили их. Конечно, бродячих собак никто не отменял. И порой они, особенно сбитые в стаю, представляют опасность для прохожих. Но в любом случае бороться с ними нужно цивилизованным путем. И если вас беспокоит компания дворняжек в вашем микрорайоне, лучше сообщить о ней в городскую службу благоустройства или администрацию города. Валерия Квасневская, Дмитрий Мешканцов, Максим Гусев. События.